Всем привет! Яна, Даниэль, Кейси, Сергей. Сегодня поделимся с вами впечатления, как говорится, подведем итоги нашей поездки в Танзанию на остров Занзибар. Расскажем, почему она началась, почему мы выбрали этот остров, сколько стоила поездка и, конечно же, наши впечатления об этом, я скажу сразу же, замечательном происшествии. Началось с того, что катарские авиалинии проводили розыгрыш авиабилетов. Вначале они разыгрывали бесплатные билеты для медиков, они раздавали просто бесплатно. А потом была такая же акция для педагога. Так как я учился на педагога, у меня есть два образования педагогических, то я попробовал зарегистрироваться. Две ночи подряд я просыпался и не мог зарегистрироваться, потому что все места были уже разобраны. На третью ночь я решил попробовать возможную. И в два часа ночи проснулся, как обычно все ввел свои данные, зависла страница. Я думал уже закрывать ноутбук, но в какой-то момент высветилось приятное окошко с надписью, что да, вы зарегистрированы и через несколько дней придет билет вам на почту, если все данные введены правильно. Прошло 2-3 дня, билета не было, я уже подумал, что все, мои данные там не подошли, что-то не так там, не совсем верно было сделано. Но на мое день рождения оно было, через несколько дней совпало так, что действительно приходит билет, билет по стоимости был, можно было полететь в любую точку мира, да, там только оплачивая аэропортовые сборы. Так как в Танзании в то время был нулевой уровень заболеваемости, было выбрано именно острый Дзибар, так я хотел достаточно давно посетить эту страну. Были куплены билеты на меня, стоили они действительно 100 долларов всего лишь в обе стороны, это были аэропортовые сборы. Также был в дальнейшем, когда родился Даниэль, куплен билет на Даниэль, он также стоил 100 долларов. И наявный билет был куплен за 500 долларов, благодаря скидочным купонам, которые предоставляли катарские линии. Покупали мы билет заранее, покупали мы его в октябре, потому что его до ноября, по-моему, 10 или каких-то чисел надо было обязательно купить. И я еще раз повторю, что в связи с тем, что надо было выбрать точно то место, куда можно будет полететь, и мы не хотели, чтобы наше путешествие сорвалось, да, там и мы понимали, что ребенок должен родиться примерно где-то в январе, в средних числа, там 10-15 числа, и мы на февраль как раз и планировали такое путешествие, чтобы ребенка познакомить с солнцем, которого он в Украине не увидел, потому что Яна расскажет, как начиналось наше путешествие, вы поймете, почему, и кто смотрел первую серию, я тут точно знаю, почему мы радостно отсюда хотели уехать в тепло. День нашего отлета в Киеве начался снегопад. Дорога в аэропорт нас заняла 2 часа. По приезду в аэропорт регистрация у нас прошла достаточно быстро, мы еще успели побывать в лаунж-зоне, это для клиентов премиальных карт, вы можете посетить бесплатно лаунж-зону или заплатить 30 долларов. Да, очень удобно, можно покушать, передохнуть на удобных креслах и очень красиво посмотреть на самолеты. Самолеты, конечно, были крутые, да, у катарских и авиалинии, это премиальные самолеты, одни из последних, новые, что туда полет, обратно прошел очень для нас легко. Сервис для ребенка был на высшем уровне, для маленьких детей, не помню какой там рост, было отдельная кроватка, которую мы могли ребенка положить, и он у вас отдельно спал, и вы себя комфортно чувствовали могли во время полета. Плюс это премиальные места, которые делает Брэд авиакомпания бесплатно, поэтому путешествовать с маленьким ребенком достаточно легко. И большое преимущество то, что он весь полет спал, а вот сейчас уже период сна становится все меньше, и у него днем происходит достаточно много активностей, которые успокоят его сейчас, как было тогда, когда он родился, две больших разницы. Сейчас его надо чем-то занять, что-то ему показывать, он не может просто так находиться долго на одном месте. А тогда он спал, я накормила, и он засыпал, поэтому с маленькими детьми, грудниками, до возраста, наверное, двух-трех месяцев, путешествовать очень удобно. Сейчас вот у нас такой период, что мы никуда не путешествуем, и вот как вы видите, мы тут спрятались сегодня в тенечке, 34 градуса, очень жарко на солнце находиться. Тяжело и здесь уже в Украине, ну, ребенок маленький, у него уже немножко подзагорели руки и ноги. Но мы хотя бы прячем, конечно, от солнца и прятали раньше, когда были в Танзании. Дальше немножко Яна продолжит про Танзанию, это мы отдалились, и расскажут, что мы ели в Танзании, и как вообще понравилось тебе это место, этот океан индийский. В Танзании, когда мы приехали, в Танзанию было очень жарко. Если вы будете планировать поездку, то обязательно берите с собой средства защиты от солнца, SPF 50 и выше, потому что сгореть можно очень сильно, получить ожоги. Мы как раз приехали в сезон, где был манго, мы кушали, арбуз, папайю, маракуйю. Трубты были очень вкусные, свежие. Что касается океана, пляж, конечно, превосходный. Очень чистый, теплый океан. У нас ребенку был месяц, мы могли окунуть его, вода была очень теплая. Цены на продукты питания, мы как показывали в наших выпусках, достаточно низкие. Да, это фрукты в районе одного доллара, полноценный обед на двоих в районе 80-10 долларов. Не, 80, а 8-10. Да, фруктами можно объедаться. Назад путешествие немножко у нас было омрачено, конечно, катарские линии, хотя мы понимаем почему. Не захотели нам менять стыковочные рейсы, проводили изменения расписания. В итоге нам пришлось 21 час провести в аэропорту, хотя вот из-за того, что мой билет они не захотели менять, а навстречу ребенку и Яне они шли и готовы делать были короткие стыковки, чтобы они могли быстро перелететь. Но мы не захотели расставаться. Да, потому что у нас было много вещей и мы хотели лететь вместе. Да, ну достаточно интересно провели время в аэропорту. Вы можете посмотреть эту серию. Да, мы все по максимуму вам отсняли. Да, ссылка сверху в описании. Поэтому там, да, можно посмотреть, что можно купить, что где покушать, чем заняться. Достаточно интересный аэропорт. Я хотел бы посетить и саму страну посмотреть, но мы не могли выйти, потому что надо было находиться в изоляции 5 дней. Да, время карантина как раз было, мы не смогли выйти на улицу. Ну, хотя достаточно время прошло очень быстро. Мы погуляли по всем бутикам, по магазинам. По самому аэропорту были фэмили-зоны, где можно было ребенка переодеть, поспать, покормить. Бронирование отель мы с помощью сайта Booking, да, есть и другие сайты. Ну, я уже давно достаточно бронировал через этот сайт. Были, конечно, небольшие с ним недоработки. Как в Индии случалось происшествие, когда был отель не того класса, как было заявлено на фотографиях. Ну, в целом, достаточно хорошая служба. И можно зарегистрироваться, выбрать себе жилье. Было выбрано жилье нами на побережье. До моря мы ходили даже без тапочек. Была такая пляжная дорожка. Пройти всего лишь там 15-20 секунд, не спеша. В этом плане очень чудесное, замечательное место. По стоимости за весь период проживания нам отель обошелся в 600 долларов за всю семью. С завтраками, повторюсь, на всех нас. Да, Кейси не было с нами. Еще не было такое происшествие, не совсем приятное, произошло с нами в аэропорту, да, но приятно было, что все-таки мы добились справедливости. Это то, что занимают детские зоны, детские комнаты, люди, которые не находятся с детьми, да, там. И, к сожалению, супервайзеры аэропортов лоббируют интересы этих людей, исходя из того, что эти люди одной и той же национальности, что работают в аэропорту Снужище. Самое интересное в аэропорту Катара, катарских, самих катарцев, да, там не работают. Работают в основном люди из Таиланда, Шри-Ланки, китайцы. Вот это обслуживающий персонал аэропорта. Также, когда планируете поездку, с собой вещей много не берите, потому что вам понадобится купальник, плавки, очки, шляпа и одни босоножки всего достаточно. Да, если что, там есть магазины, вы можете купить вещи, конечно, не очень хорошее качество, потому что жалкий климат и много ткань, все там ржавеет просто от воздуха, который находится вокруг. А в целом поездка была очень классная. Хотелось бы, когда Даниэль подрастет, с Божьей помощью еще раз туда вернуться и посмотреть на этот замечательный остров, показать, где он был маленький, да, там вспомнить наши приключения. Всем советую побольше путешествовать, побольше наслаждаться разнообразными яркими моментами в своей жизни, не бояться планировать заранее отпуск, потому что, в принципе, всегда есть возможность перенести, но все-таки, когда вы располагаете заранее чем-то хорошим будущим, для себя таким подарком, то приятно его получить. Всем пока-пока! Все, пока-пока!